Всем привет! С вами канал Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской монете 3 копейки 1937 года. Монета изготовлена из алюминиевой бронзы, сплав меди с небольшим количеством алюминия. Гурт рубчатый с множеством вертикальных насечек. Лицевая и оборотная части монеты имеют выступающий кант по окружности. Параметры монеты. Диаметр 22 мм. Масса 3 грамма. Толщина 1,3 мм. Сплав алюминиевая бронза. Гурт рубчатый. Монетный двор отсутствует. Тираж монеты более 34 миллионов экземпляров. Аверс монеты. Крупно изображен герб СССР образца 1936 года с 11 перевязями ленты на колоссе их пшеницы. По числу союзных республик. Нижняя лента связывает пучки колоссиев. Вместе олицетворяет РСФСР. Остальные распределены по 5 штук с каждой стороны. Герб упрощен и не имеет текста на ленте. Под гербом вдоль канта имеется надпись СССР. Крайние буквы расположены выше средних. Реверс монеты. Вверху имеется крупная цифра 3, указывающая номинал. Под ней, слово копейки, оцентрированное относительно номинала. Ниже. Год выпуска. 1937. Еще ниже имеется круглая точка. По бокам вдоль канта расположены два пшеничных колосса, скрещенных внизу. Стебли колоссиев имеют продолжение, проходят вдоль канта и верхней части монеты и соединяются вместе. Вдоль стебли имеется семь участков, состоящих из двух точек. 3 копейки 1937 года имеют 10 разновидностей, одна из которых специального чекана и в обращении не встречается. Стоимость разновидностей серьезно отличается, поэтому денежные редкости важно уметь отличать из общей чеканной массы. И я вам в этом помогу. Для начала рассмотрим цену обычной стандартной монеты, и впоследствии уже перейдем к самим разновидностям. Итак, средняя цена монеты 3 копейки 1937 года, составляет 50 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Также для начала необходимо рассмотреть варианты аверса монеты. Их всего три, один из которых специального чекана и в обращении не встречается. У первого варианта звезда большая, фигурная, разрезная. У второго варианта звезда маленькая, плоская. У третьего варианта, круговая надпись пролетарии всех стран, соединяйтесь. Рассмотрим среднюю цену третьего варианта монеты специального чекана, чтобы в дальнейшем к ней не возвращаться. Итак, средняя цена данной разновидности составляет около 180 тысяч рублей. Определите и запомните какая у вас разновидность аверса, так как впоследствии будем разбирать только разновидности реверса монеты. Для определения вариантов штемпеля реверса мы будем использовать методику широкого. По фото на экране вы можете самостоятельно определить имеющуюся у вас в руках разновидность. Если на реверсе монеты верхняя горизонтальная наклонная линия в цифре 3 широкие. Цифры в дате чеканки раздвинуты. Наружные границы обеих центральных нижних узлов идут под крайними цифрами даты. То это разновидность а. Средняя цена разновидности а. Составляет 15 тысяч рублей. Если же на реверсе верхняя горизонтальная наклонная линия в цифре 3 средней ширины. Цифры в дате чеканки сдвинуты. Левый центральный нижний узел располагается под расстоянием между цифрами 1 и 9 в годе. То это разновидность б. Данный вариант б. В свою очередь делится на две разновидности. Первая с аверсом монетой первого варианта. Средняя цена такой разновидности составляет 80 рублей. И вторая разновидность с аверсом монетой второго варианта. Данная разновидность считается уникальной и цена на нее очень высокая. Более 290 тысяч рублей. Если на реверсе монеты верхняя горизонтальная наклонная линия в тройке тонкие. Цифры в дате чеканки сдвинуты. Расстояние между крайними гранями обеих центральных нижних узлов больше, чем расстояние между наружными границами и первой и последней цифр даты. То это разновидности в, г, д, е, или же. Для их различия необходимо обратить внимание на высоту кончика ости, отходящей от второго снизу правого зернышка в правом колосе по отношению к правому боковому узлу. Если кончик ости чуть ниже линии нижней границы правого бокового узла, то это разновидности в, или г. Для их различия смотрит расположение цифры 3 верхнего узла. Если вертикаль, опущенная из верхнего узла, попадает практически на середину верхней гасты цифры 3, то это разновидность в. Данный вариант в, в свою очередь делится на две разновидности. Первая с аверсом монетой первого варианта. Средняя цена такой разновидности составляет 50 рублей. И вторая разновидность с аверсом монетой второго варианта. Средняя цена данной разновидности составляет более 150 тысяч рублей. Если же верхний узел смещен в правую сторону и вертикаль из его середины идет правее середины верхней гасты цифры 3, то это разновидность г. Средняя цена разновидности г, составляет 50 рублей. Теперь переходим к разновидностям д, е, или же. Кончик кости должен быть значительно ниже границы правого бокового узла. Для различия данных разновидности также смотрят на взаимное расположение цифры 1 в годе выпуска и левого центрального нижнего узла. Если вертикальная линия с центральной точки левого центрального нижнего узла выходит левее цифры 1, то это разновидность d. Средняя цена разновидности d, составляет от 250 до 400 рублей. Если же центральная точка левого центрального нижнего узла располагается под наклонной линией в той же цифре, то это разновидность e. Средняя цена разновидности e, составляет от 1300 до 2000 рублей. А если центральная точка левого центрального нижнего узла располагается под вертикальной опорой цифры 1, то это разновидность G. Средняя цена разновидности G составляет от 1600 до 3000 рублей, в зависимости от сохранности. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!